Здравствуйте! В эфире программа «Так и живем», программа, в которой мы обсуждаем коммунальные и жилищные проблемы, а также городское хозяйство. Сегодня тема разговора достаточно актуальна. Это масштабные ремонты и благоустройство тротуаров и пешеходных дорожек. Почему этим летом мы жили среди перекопанных дорог? Почему сроки ремонтов затянулись до первого снега? Должным ли образом следят городские службы за подрядчиками и следят ли вообще? Когда закончится благоустройство тротуаров? На все эти вопросы мне поможет ответить мой гость. Это заместитель руководителя управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Александр Горленко. Александр Иванович, здравствуйте! Добрый вечер! Насколько я понимаю, ваше ведомство, УДИП, ваше управление, можно коротко называть, я так буду его называть, УДИП контролирует ремонт дорог в этом году, верно? Управление дорог является заказником практически по всем объектам уличной дорожной сети города Красноярска. Вот ремонт дорог, да, и вообще улицы города, это же вот наше хозяйство, жителей города, нас с вами. Почему с такой нелюбовью, вот мне кажется, в этом году мы подошли к ремонту и благоустройству дорог? Или поспорите со мной? Ну, скажем так, я с вами спорить не буду, я постараюсь вас немножко все-таки склонить в свою сторону, переубедить в том, в смысле заданного вашего вопроса. Если подходить немножечко издалека, в формировании ремонта уличной дорожной сети принимает участие достаточно большое количество людей. И поверьте мне на слово, каждый из них укладывает свои знания, интеллект, опыт, свое видение в тот или иной вид ремонта. Поэтому то, что вы говорите, какой там термин у нас, что безжалостно, с нелюбовью, ну, я не соглашусь с этим мнением. Конечно же, с любовью. Где-то что-то, понятное дело, срабатывает какой-то человеческий фактор, где-то мы можем что-то не учесть. Можем переизбыток какой-то внести в тот или иной ремонт, что, может быть, не следовало делать. Но, тем не менее, согласиться, что с нелюбовью, я это не могу. Хорошо, вот как оцениваете эти работы, мы об этом поговорим чуть позже. Прямо сейчас предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Как раз на проспекте Мира они сегодня побывали. Смотрим. Наверное, не это мы хотели все увидеть. Совершенно не то. Совершенно то, что не устраивает. Совершенно все. В этом году ремонтом проспекта Мира красноярцы оказались шокированы. Гулять по главной городской улице проспекту Мира невозможно. Тротуары превратились в окопы еще летом. Ужасно. Я чуть не разбилась. С этой стороны осыпается, с этой осыпается стороны. Там куда-то дощечки поддевались. Завершить благоустройство проспекта Мира подрядчик по контракту должен до 31 октября. Но всем и даже мэрии понятно, ремонт должен завершиться раньше, до выпадения снега. Сначала чиновники называли дату 2 октября, потом 9. И вот сроки снова перенесли. На этот раз на 25 ноября. Какая проблема со вчерашнего дня, чтобы было не сделать вот этот пешеходный переход? Какая проблема? Проблемы никакой. Сейчас закончили демонтаж, подводится новая брусчатка. Вам не кажется, что вы начинаете врать? Нет, Игорь Петрович. Завершить благоустройство проспекта подрядчик по контракту должен до 31 октября. Но всем и даже мэрии понятно, ремонт должен завершиться раньше, до выпадения снега. Сначала чиновники называли дату 2 октября, потом 9. И вот сроки снова перенесли. На этот раз на 25 ноября. На проспект уже выезжали специалисты департамента городского хозяйства и лично глава города. Подрядчик посеял доски над вырытыми траншеями только после второй встречи. И только тогда на пешеходных дорожках стало возможно хоть как-то ходить. Авторы проекта говорят, качеством до ремонта они довольны. Но то, как проходят работы, настоящий хаос. Если у вас есть вопросы по ремонту улиц и благоустройству тротуаров, звоните нам прямо сейчас, задавайте свои вопросы. Телефон прямого эфира 261-62-63. Постараемся на все вопросы ответить. Сразу прошу прощения, 25 октября, конечно же, а не ноября. Вот действительно, сроки затягиваются, да, все равно. Но хочется понимать, почему выговор объявили только сейчас? Ведь только сейчас об этом заговорили в мэрии, что сроки действительно затягиваются. Ну, вы, наверное, говорите про выговор руководителю нашего учреждения. В том числе, да. И замечания к подрядчику. Поверьте на слово, выговор, решение о принятии, о внесении выговора принимает глава города. Поэтому у него тут, как бы, вся власть в руках. И как-то комментировать его решения. Хорошо, а я, насколько понимаю, вот подрядчику замечания тоже только сейчас были сделаны, в октябре. Нет, конечно. Не кажется вам, что поздно? Нет, нет. Замечания к подрядчику выдавались на протяжении всего срока реализации данного проекта. Просто сейчас это публично стали делать? Ну, если можно сказать, что так, да, публично. А на самом деле подрядчик, ну, получил достаточно много, большое количество предписаний от заказчика, то есть от нашей службы, и по срыву сроков производства работ, по качеству производства работ, по непредоставлению какой-то документации, в том числе исполнительной. То есть это все присутствует, это все есть. То, что срок затянулся, ну, говорить, что он затянулся на сегодняшний день, мы, наверное, даже юридического права не имеем. Не совсем корректно. Да, не совсем корректно, поскольку контракт все-таки муниципальный подписан со сроком исполнения 31 октября. Этот срок, к счастью, наверное, еще не настал. Но, тем не менее, главой города поставлена задача сроки завершить значительно раньше установленного срока муниципальным контрактом. И мы планируем, что все-таки ремонт по проспекту Мира завершить 25 октября. Нам удалось завершить все работы, то, что касается дорожного покрытия, асфальтобетонных работ. Эти работы на сегодняшний день все завершены. Не завершено как раз благоустройство тротуаров, насколько я понимаю. Благоустройство тротуаров мы поставили задачу до конца срока, установленного главой города. Эти работы будут выполнены. На сегодняшний день они выполнены, на мой взгляд, процентов на 85 даже. Это 25 октября, правильно? Да, да. Это срок крайний 25 октября. Значит, там, где уложили асфальтобетон буквально за прошедшие выходные, это участок между диктатурой и декабристов, там работа эта по восстановлению. Это да, это мы знаем. А как считаете, виноват кто в том, что сроки затянули? И поздно аукцион объявили, и поздно к работам приступили. Только в июле, насколько я помню, в начале июля. Июля, кто виноват? Все-таки подрядчик, погода, проект поздно появился. В чем дело? Здесь все в совокупности. И проект появился поздно. Точнее, проект появился не поздно, но этот проект должен был пройти государственную экспертизу. В государственную экспертизу этот проект немножко задержался. Его не одиннажды возвращали разработчику данного проекта с методокументацией, вносились какие-то изменения, исправления. Одним словом, были замечания. Поэтому мы готовы были проторговать этот объект еще в апреле месяце. Но, к сожалению, у нас не было технической документации. Поэтому, естественно, задержка произошла в том числе из-за этого. То есть теоретически раньше июля не могли к работам приступить? Да, конечно. Тут другого выхода нет. То, что проект реализовывается такими, скажем так, не совсем правильными методами, ну, конечно, вина подрядчика в этом есть. Но там есть и объективные, и субъективные причины. На самом деле, такой масштабный ремонт проспекта Мира, ну, я житель города Красноярска, я вообще не помню. Учитывая то, что мы только построили порядка полутора километров новой ливневой канализации, мы укладываем все воздушные линии подземной коммуникации. Это достаточно большой физический... Это вообще что-то новенькое для города? Конечно. Большой объем работы. Мы сейчас готовы принять первый телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, какой у вас вопрос? Добрый вечер. Зовут меня Владимир. Вопрос такой. Улица Мужества в Покровке. С прошлой осенью закончили только строительство улицы новой, 300 метров. Прекрасно выполнили все. И буквально вот в сентябре начали ковырять и закладывать новую теплотрассу. Нигде не видел никаких комментариев и не слышал. Не могли бы вы пояснить, почему 11 месяцев прошло, и новый объект ломается, ковыряется? Хорошо. Спасибо большое. Ваш вопрос понятен. За улицу Мужества кто отвечает? Вы заказчик работали? Нет, к сожалению, мы не являемся заказчиком по строительству улицы Мужества. Там заказчиком является управление капитального строительства. Поэтому подрядчик работал наш традиционно в городе, ПК ДСУ. Вот человек, который задал этот вопрос, он уже отметил, что работа выполнена достаточно качественно. Но то, что там сегодня какое-то разрытие, ну, наверное, какие-то вопросы надо задать уже коммунальщикам. Хорошо. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к ремонту проспекта Мира. Как считаете, благоустройство успеют к 25 ноября реально завершить? Там же нет еще ни опора освещения, ни провода под землю не спрятали. Это большая, мне кажется, и очень емкая работа. Значит, я уже сказал, что восстановление благоустройства в части укладки брусчатого покрытия будет завершено к 25 октября. Опоры подрядчикам уже заказаны на заводе в Екатеринбурге. Они в процессе изготовления, но подрядчик при этом... То есть их еще даже не изготовили? Ну, они здесь в процессе. Там их больше 200 штук, поэтому, конечно, нужно время. Но при этом техническая возможность установки этих опор, она есть. Поскольку мы, ну и в частности подрядчик, закладывает, устанавливает закладные опоры. То есть установка опор, сама установка опор, займет небольшое количество времени. Мы разговаривали с субподрядчиком, порядка 30 опор он будет устанавливать в рабочую смену. То есть за сутки, правильно? Ну, даже не за сутки. Ну, пускай будет за сутки. А их нужно установить порядка там 213 штук. То есть вы хотите сказать, чтобы 25 октября успеют эти работы сделать? Нет, 25 октября навряд ли. С опорами мы перейдем на ноябрь месяц. То есть еще и в ноябре будет продолжаться? А это нарушение сроков, считается? Это же тоже контракт? Конечно, конечно. И там штрафные санкции по условиям муниципального контракта, если мне не изменяет память, 5% от суммы контракта штрафные санкции на агент подрядчика. Понятно. Прямо сейчас мы готовы принять еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какой у вас вопрос? Полякова М. Александровна, Вавилова, 13. Я бы хотела знать, когда пойдут автобусы по улице Вавилова? Должны 30 августа. Там перекрыто движение, насколько я знаю. Да, да. И я утром полседьмого иду пешком до поликлиники, чтобы записаться на прием. В районе Вавилова-1, если я не ошибаюсь. В районе Вавилова-1. Нет, еще дальше. Я живу на Вавилова, 13. Вавилова-13, хорошо. Это около цирка. Спасибо. В городе около училища. Здесь Затонская. Хорошо, спасибо большое. Об этом участке, да, что-то знаете? То, что касается наших видов работ нашего учреждения, нашего подрядчика, все виды работ, он тоже, также мы ему поставили задачу завершить эти работы к 25 октября, не позже. А тот участок, о котором говорит звонившая женщина, это участок там, где вела работа теплотранспортная компания по замене инженерных сетей, там водопровод или теплотрасса. Работы, насколько я знаю, они тоже завершили, буквально в ближайшее время там движение будет открыто. Ну, это буквально, может быть, даже на этой неделе. Я сегодня проезжал по улице Вавилова, как раз смотрел на качество работы, выполняемые теплотранспортной компанией. У меня, в принципе, вопросов к ним нет, поэтому ничего не мешает открыть движение, ну, буквально в ближайшие дни. Хорошо, спасибо большое. Видите, сколько вопросов вызывает данная тема. Мы обязательно продолжим разговор, но только после рекламы. Прервемся, а после продолжим. Я напоминаю, вы смотрите программу «Так и живем», и сегодня мы вместе с гостем обсуждаем масштабный ремонт дорог и благоустройство тротуаров в нашем городе. И у нас в гостях сегодня Александр Гороленко, это заместитель руководителя управления дорог, инфраструктурой и благоустройством. Итак, Александр Иванович, вот неоднократно нам, жители Красноярского рабочего, жаловались на благоустройство тротуара. Речь идет об остановке Красноярия, торговый центр Красноярия. И там мы вот сможем сейчас посмотреть несколько фотографий. Там подрядчик уложил брусчатку, вот там вы можете посмотреть, а зрители могут посмотреть на экране. Подрядчик уложил брусчатку частично, и, видимо, брусчатка закончилась, или ее разворовали, потому что работы долго простаивали, и подрядчик просто уложил, закатал асфальт. То есть, когда человек переходит дорогу, с одной стороны брусчатка, с другой стороны у него асфальтированная дорожка. Вы эти работы приняли уже? То есть, это норма вот так относиться к благоустройству тротуара? Ну, скажем так, нарушения в данном виде работ нет никаких. Мы сделали это даже сознательно. Мы уложили брусчатое покрытие, мы уложили на посадочные площадки автобусные остановки, автобусного кармана. Асфальтобетонное покрытие мы уложили на подходах к посадочной площадке. Во-первых, это удобно для, на наш взгляд, удобно и для людей маломобильных, детей с ограниченной возможностью передвижения. То есть, многие критикуют, в том числе и нашу брусчатку, то, что брусчатка уложена по всему городу. Мне кажется, вы здесь за внешний вид скорее было. Да, конечно. Мы как бы какой-то, мы придали каждой автобусной остановке на проспекте Мира, мы придали какую-то лаконичность, какую-то логику в это внесли. Мы про красноярские рабочие. Про красноярские рабочие, прошу прощения. Вот, поэтому там все сделано сегодня логично. Раньше плитка была уложена немножко хаотично. Сейчас мы какой-то вид передали. Каждая автобусная остановка на Красрабе. Поэтому здесь нарушений никакого нет. То, что касается оплаты, на сегодняшний день подрядчик своей работы выполнил. Выполнил достаточно, на наш взгляд, качественно. Но оплата пока не производилась, пока идет приемка выполненных объемов работы. Хорошо. Александр Иванович, я предлагаю вам, спасибо большое, нам ответить еще на несколько телефонных звонков. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какой у вас вопрос? Привет, Пир. Здравствуйте, мы слушаем вас. У вас есть какая-то опять покровка, частный сектор. Вот улица Караульная, самые первые дома. Начиная с 4-й продольная, вниз в сторону Брянская, первые дома. У нас ни освещения, ни тротуаров нет. Я два ребра сломала руку одновременно. Внучку невозможно в садико водила. То есть это дорога в частном секторе, насколько я понимаю. Выгребает снег и по проезжей части ходим. Спасибо большое. Насколько я понимаю, в частном секторе вот эта дорожка, нет освещения. Кто отвечает за эти работы? Куда может быть человек обратился? В текущем году у нас улица Караульная попала под капитальный ремонт. В настоящее время там капитальный ремонт сегодня уже завершается. По улице Караульной будет запущено автобусное движение. Как мне сказали уже сегодня, два маршрута автобусного движения запущены. Это улица Караульная. А это, я так понимаю, дорожка из частного сектора, которая идет в Караульной. В ноябре месяце, не сложно сказать, где частный сектор, где не частный. Я говорю про наш объект, ремонт улицы Караульной. И буквально в ноябре месяце будет проторгован объем работ, который будет выполняться в ноябре после торгов. Это как раз наружное освещение улицы Караульной. То есть это требования безопасности дорожного движения. Там, где идут автобусные маршруты, естественно, они должны быть оставлены. Поэтому там ремонт проводится. Протяженность ремонтированного участка порядка 3-3,5 тысяч метров. Но на сегодняшний день работа подходит к концу. Хорошо. Давайте какой-то итог подведем нашего сегодняшнего разговора. Хочется понимать, в целом вас лично устраивает ремонтная компания, которая в этом году в Красноярске ведется. Какую оценку, может быть, вы можете поставить подрядчикам и себе лично, как заказчику, работать? По пятибалльной системе. Ну, давайте по пятибалльной. Ну, я уже отвечал в вашей студии на этот вопрос. По пятибалльной системе я бы по результатам работы и подрядчиков, и учреждения в целом бы поставил бы твердую четверку. Недостатки есть и в нашей работе, и в работе подрядчиков. Но они все некритичны, они устранимы, скажем так. Чем мы сейчас и занимаемся. Очень хорошо поработали главы районов, это распоряжением главы города, они назначены дорожными комиссарами, они нам постоянно звонят, постоянно присылают письма, протоколы, где высказывают свои замечания, и мы, естественно, на эти замечания обязаны реагировать. И мы реагируем, заставляем своих подрядчиков устранять замечания. Я доволен, насколько я понимаю, ремонтом. Ну, если честно, я доволен этим ремонтом, да. Замечания только к подрядчику на проспекте Мира? Нет, замечания есть к каждому подрядчику. Такие серьезные? Если говорить о серьезности, и серьезные есть замечания, и к другим подрядчикам тоже. На проспекте Мира тут особый случай, тут немножко подрядчик, скажем так, мягко выражаясь, недооценил свои возможности. Хорошо, но об этом мы с вами уже в начале программы поговорили. Спасибо вам большое, что вы пришли в нашу студию, на этом все. Если вы столкнулись с какими-то коммунальными проблемами, пишите нам на Вайбер, Ватсап или Телеграм на номер 8 953 585 1414. Будем обсуждать и ваши темы. Вы смотрели программу «Так и живем». В студии для вас работала Ольга Хохлова. До свидания. Ольга Хохлова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok